Ах, какая-то штука-то интересная. Сейчас. Да, это было красиво. То бишь, что вы видите передо мной? Перед вами, естественно. Вы видите очень навороченную и обалденно популярную видеокамеру. Panasonic P2. Та камера, которая сейчас снимает, это тоже камера из разряда более уникальных, потому что это икигами. Икигами это топ. Но вы должны понимать, что слово икигами в Российской Федерации это крайне редкий вариант приобретения оной. По одной простой причине. Как бы вам сказать? В городе Магнитогорске видеокамеру икигами приобрел себе Виктор Филиппович Рашников. Вы должны понимать, да? Уровень этой видеокамеры и уровень Виктора Филиппович Рашникова. Мало того, эту видеокамеру я ему и посоветовал, потому что я был личным оператором Виктора Филиппович Рашникова. И вы знаете, мне всегда это более нравилось, потому что даже невзирая на то, что абсолютно нормальный денег нам никогда не платили, я видел, как мы работали. А мы работали очень хорошо и красиво. У нас были большие проблемы, потому что в свое-то время мы отбили акции комбинатовские. Да-да-да, мы это сделали, мы это сделали, мы это сделали. И таких людей всего-то осталось двое. Я и Андрей Леонидович Хиловский. Андрей Хиловский для меня так-то. Потому что двое других уже на том свете. Да. Что касаемо того, что и где я эту штуку купил. Да. Сейчас будет очень интересная тема. То есть я ее решил попробовать купить в России. В России такие камеры стоили просто космос, космические деньги. Они реально стоили космос. А я начал залазить в интернет-издание, естественно, на ebay. Я нашел эту видеокамеру и решил ее купить. В Великобритании, естественно. Но в связи с тем, что контора, которая эту видеокамеру продавала, не смогла ее отослать мне напрямую. Ну, потому что что-то у них там были с головой. Иногда тоже случаются эти вещи. Мне пришлось найти того человека, который бы ее купил. Естественно. То бишь я ее купил в Великобритании, отправил на того человека, как великобританца, с которым познакомился. И уже потом мне все это дело прислали сюда. А вот потом началась реальная каканька. Да. То есть реальная каканька и это, естественно, другие вещи. То есть наша почта это просто реальная опа. Реальная опа. Можете назвать слово жопой. Без разницы. Поверьте мне, так оно есть. Они ее размолотили по самые кривые помидоры. По самые кривые. Вы даже не представляете, насколько они сильно размолотили. Вот тот видоискатель, который прямо перед вами стоит, да? То есть они даже умудрились его уронить. Это вы даже не представляете, как они убили эту видеокамеру. Клевая ситуация, да? Ну да ладно. Сейчас будет еще веселее. Вот на этом месте находится линза, которая была отдельно. Они разбили внутреннее крепление. Вот это, представляете, да? И настолько сильно ударили, что обломали вот это. Вы даже не представляете, как это сделалось. Ёшкин ты трешкин. Ну да ладно. И вот вы должны понимать, что как бы то, чем я сейчас здесь занимаюсь, такое количество людей, которые в городе смогут ли вот детально, грамотно и ровно разобрать целиком всю линзу. Сколько их? Сколько людей в этом городе, которые реально, ну, будем считать, достаточно крутые? Их ноль целых фиг, десятых. Из этого фига я и нахожусь. Почему это дело случилось? Опять же, благодаря Валерию Юрьевичу Гемерверту. Но Валерий Юрьевич Гемерверт никогда не лазил в объективы. Ну, он этим делом не занимался. Это дело мне пришлось заниматься. То есть я уже вам показал, что видеопаратура для меня еще тогда началась, когда это все дело. Я ровно за две недели научился линейному монтажу. Это не нелинейный монтаж. И в некоторых случаях, в некоторых случаях, я вам серьезно говорю, в некоторых случаях в линию монтируюсь в четыре раза быстрее, чем в нелинейке. Это стопроцентный вариант. Да-да-да-да. Я еще оттуда вам. Но я научился. У нас в свое-то время это был четвертый канал ТВ. Горенков это все делал. Он купил хорошую аппаратуру. Но я бы, конечно, рекомендовал, он был бы сразу на битакам перейти, а он еще на супер ВХС. Но, тем не менее, с хорошими микшерами, качественными микшерами, с замечательными микшерами я познакомился там. Диэфэс 500, это был пульт управления, он до сих пор у Андрея остался. Диэфэс 500, там, видеомикшер, это было просто. Он так работал, он работал просто на изюм. Там столько цифровых эффектов было. Ой, это было что-то с чем-то. Все, что угодно, легко и просто делалось. Вау. Единственное, что в Супер ВХС это отдельная тема была. А уже позже, позже, естественно, и вообще, когда пришел к Валерию Юрьевичу, и он меня начал учить, естественно, научил. Но вот лазить в эти вещи, это как бы не его судьба-то была. И для этих вещей, и вот эти все примочки, как вы представляете, это уже тема отдельных приспособ. Это все есть, естественно, дома. Вот эти штучки. Вот. Что дальше-то случилось? А дальше мне пришлось со своими руками битакамовскую аппаратуру ремонтировать. Все, вот иду. Вот, кстати, икигами, это просто крутая видеокамера, но у нее проблемки одни есть. У нее видоискатель, в смысле, не сам видоискатель, сама линза, а место, куда вы смотрите, частенько разваливается. Это единственная проблема с этими камерами. В остальном другом это просто изумительная техника. Это просто изумительная техника. Ну, пришлось сделать. Пришлось по-другому, поработать, сделать. То есть, и вы кто думаете этим делом? Он занимается. Есть еще несколько вариантов, про которые никто не знает. А я не буду про это вам говорить, понимаете? Есть такая штука. Не буду говорить. Я буду говорить только своему сыну. Если я до этого момента дорасту. Потому что он для меня сейчас главное. Но, к сожалению, он не такой частый гость в моем жилье. Это плохо, естественно. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы он частенько приходил ко мне. Потому что благодаря ему я и живу. Благодаря ему, благодаря вере в Бога. Господь Бог дал мне эту возможность. Потому что, если бы такое не случилось, 39 лет и на тот свет. Да-да-да. Но, в связи с тем, что наступил потом, перед этим 2008 год. А 2008 год, что случилось? В 2008 году до этого, до этого момента работники на телевидении получали очень хорошие деньги. Они получали реально крутые деньги. Это были крутые специалисты. Но после того, как началась проблема с цензурой. Я также по цензуре, естественно. Вопросов нет. Но у меня цензурирование другое, понимаете? Я никогда не срал. Потому что я видел людей, которые работали. А есть люди, которые реально срали. Реально один из срубших человеков. Он просто приехал в город Магнитогорск. И так реально насрал на Виктора Феябович Рашникова. Ну, я бы просто его прибил за это дело. Поверьте мне. Из годов 90-х тогда это было хорошо и красиво. Просто нехороший человек. Мягко так скажем. Вот сейчас в другой структуре. Типа, я крутой лазальщик по говнязальщику. Ну, и лазьте там по говну своему. Вот и все. Да-да-да. И вот, к слову, потому что это было НТВ. Они мне тогда про икигами рассказали. Я уже это дело понял. И когда нужно было, мы купили, естественно, икигами. И после этого то, что должно быть, это все хорошо и красиво. Но возникает вопрос, почему мы сейчас можем себе это дело позволить. Ну, очень просто. Потому что народ стал тупым. То бишь, я, и вы должны это понимать, частенько ищу место работы. Ну, в интернете, естественно. Я не понимаю, почему нас, пенсионеров, никто не берет. Да, я на пенсии, и что теперь? Но, потому что это была пенсия, и пенсионер, который реально круто разбирается во всем. Вы думаете, я в чем-то в телевидении занимаюсь? Нет, господа мои. В городе Магнитогорске сейчас остался только один человек, который круче меня по 3D-графике. Потому что Эдико Котсу мы похоронили. 53 года. Клево, да? Да, и многих видеоинженеров я уже тоже похоронил. Тех, кто еще с мозгами работали, понимаете? Те, кто работали с мозгами. То, что сейчас, сейчас, это все, аут. 2008 год. Люди начали, наверное, понимать, что, а что их тут делать, когда это все проехало. И мне сейчас больше всего нравится первоначально, я наконец-таки начал понимать, что РТР, на которой я, естественно, работал, на Челябинскую господи радиокомпанию, она начинает работать для вас, объясняя, что мы живем, и не все в полной сраке. Далеко не все в полной сраке. Уже нормально, более-менее. Ну, конечно, очень-очень далеко до Советского Союза, но надо к нему стремиться, понимаете? Когда люди приезжали в деревню, и у них в деревне были уровни зарплат еще выше, чем в городах, а такое было, а вы думаете, что сейчас нельзя? Да легко и просто. И все. То есть сейчас вы даже можете, используя, опять же, белорусскую технику, использовать комбайны настоящие, свеженькие, брав в лизинг, ну, не в лизинг, ну, по-другому не получается ни коим-то боком, да? То есть, наконец-таки мы развернулись к селу нашему, и дай бог это будет красиво и ровно. Ну, так что, по идее, это случилось. По идее, случилось, я это взял в виде... То, что мне ее разбили, это было очень красиво и ровно, но тут возникает вопрос. Больше, ребята, никогда, никогда, никогда в жизни не покупайте ничего в Англии. Это просто опанька, это реальная опанька. Я никогда про это делал, я думал, что Англия по ebay, вау, и мы должны понимать, что они там такие крутые. Дело в чем заключается? Я по ebay тоже кое-что беру, но я беру там новые вещи. Бушные вещи я больше там брать не собираюсь. Ну, за исключением редких особенностей, допустим, стендового моделизма, который никто не производит, это можно брать. Ну, туда, куда человек руками не залезел, не залазил, не ел ничего. Да. Это я вот разобрал, это не такой сложный вариант, естественно. То есть, делается достаточно легко и просто. То есть, вы даже не представляете... То есть, это такое состояние было, что сядли полное говно и отправили сюда. Реально полное говно. Ну, просто нехороший у зверей. Что касаемо самого видоискателя. О! Я все прекрасно понимаю, наезд будет, естественно, на почту России, но в этом видоискателе не работало ничего. То бишь, фокус не работал. Он был... Это даже не... Это может быть гниение, но оно своеобразное. Просто был в самой Великобритании, естественно. В Северной Ирландии, естественно. Я видел, что там в Северной Ирландии, естественно, везде и всюду... Влага это постоянно. Там такие... Такая растительность. Они таких ярко-зеленых, даже более изумрудные цвета. Вы этого даже не видели. А я-то видел, господа мои. Так вот, здесь не работал фокус. Ну, не работал. Представляете, фокус вообще не работал никаким боком. Чтобы он так легко работал, я это лично сделал. Мало того, ну, что буду понимать, о чем идет речь. То есть я целиком и полностью разобрал. И не верьте. Верьте, верьте. Верьте, верьте, господа мои. Вот так вот это все дело разбирается, да? То есть вот... Да, да, да. Я все полностью, я полностью разобрал. Я к трансфокатору не буду заводить. Но даже трансфокатор не работал. Представляете, трансфокатор не работал. То есть это что такое? Это все было в усрательном состоянии, да? То бишь... Вот у меня сейчас работает трансфокатор. Как он хорошо, ровно... Да, работает, работает. Красиво, да? Экспозиция. Ну, в смысле, он не только этот. Называется... И мы можем, используя эти настоящие видеокамеры, уменьшать процедуру освещения. Та-та-та, вот. Она вообще не... Сейчас она работает. Вах-вах-вах-вах. Ну, и такая маленький нюанс, естественно. Вы никто про это дело не знаете. У стандартного видоискателя, который ставится, есть внутренняя фокусировка. То есть она позволяет хорошо, четко переводить режим на матрицу. Она вообще не работает. То есть вообще ничего не работало. Вообще ничего не работало. Хорошая техника, да? Великобританский срач, который они решили нам впендячить. Ну, ладно. То есть вы должны понимать, да? Этим делом у нас вообще, как бы, никто и не занимается. Я этим делом начал заниматься своим очень крутым специалистом. Он занимается... Левша. Очень классный специалист. Реально. Хороший. Грамотный специалист. Просто молодец. К слову, если вы уж что-то захотите взять, то есть у вас будет, допустим, проблема с качественным подбором ключа, ну, такие вещи тоже случаются. Я бы вам спокойненько порекомендовал проехать на улицу Ленинградскую. Прямо пересечение с ули... с... Горького. Улица Горького пересекается прямо туда. Прямо на Ленинградскую туда. И все. Он вам все сделает красиво. Мы сделали все вместе с ним. Вместе с ним. Потому что я еще раз говорю, самое главное для меня сегодня и сейчас первоначально всем людям объяснять, что Бог един. Это железобетонное правило. Если бы не Господь Бог, я вам еще раз говорю, я верю, что Господь Бог есть. Это железобетонная практика. И когда мне какой-то говнюк будет говорить об обратном, я скажу, а ты вообще видел, что сделал Господь Бог? Я это видел. Я это лично видел. И мне не надо рассказывать сказке, что Господа Бога нет. Нет, он есть. Просто верить на него надо. Понимать о том, что мы в этой жизни только в аренде. Нас сюда отправили. И что касаемо этой жизни, это нам показатель, как мы можем жить в атмосфере полного. Ну, как еще? Ну, безобразие, естественно. То, что творится здесь, это оригинальным вариантом я даже назвать никоим боком-то не умею. Понимаете? Это чистое безобразие. Ну, я так скажу, что здесь, по большей части, сатана-то и работает. Если вы не помните, да, вернемся на круги своя. Вы не понимаете, да? В кого переоделся сатана, когда Адам был? В змею он переоделся. И что отдал этой девочке? Яблоко, иди, вкуси. Ну, она и дала. И все началось. Понимаете? Все еще туда идет. Это все очень издалека, поверьте мне. И показав, как здесь работать, продемонстрировал, что в конце концов, верить в Бога нашего надо. Не воровать. Зачем воровать? Все делается просто, ну, давайте все-таки вернемся на круги свои. Даже живя здесь, реальная экономия, можно сделать так, что и в городе Магнитогорске вы будете круче, чем в той же Америке. Вы не понимаете? Должны понять. Есть такое понятие, как умение существовать без денег. Вы не умеете это делать? Я умею. Я лично это делать умею. Потому что мы не будем отходить от нашей истории, отношений. Коммунизм это и был один из путей того самого развития. Когда ты даешь людям, они тебе дают взамен. Да-да-да. И самое главное, это стремиться и делать, и думать о том, что для вас необходимо показать, что вы реально крутые. И при этом постоянно, постоянно, постоянно учиться. В принципе, это правила достаточно легкие к восприятию, да. И у меня возникает два варианта. Либо мы живем здесь и воруем. И наша жизнь не такая уж крутая-то и будет. Сколько мы проживем? Сколько? Мужики проживут не так уж и много времени. Женщина чуть больше, а дальше будет суд. А вот на суде там все будет понятно. И вы уже потом будете думать, где вы будете жить. Конечно, и для меня существуют большие-большие проблемы. Вы думаете, я безгрешен что ли? Ну да. Я вообще не видел ни одного человека, кто был безгрешен здесь. Ну некоторые были безгрешны, да. Их не сильно-то и много. А все остальные грешили. И я грешил. И вы не думаете, что я такой на тот свет. Но я стараюсь работать. Я показываю вам. Я демонстрирую, что в принципе процедура обучения должна быть всегда. Процедура обучения, процедура веры в Бога нашего, любимого, единственного, всемогущего. Это без нее мы жить не можем. Нельзя воровать. Ну нельзя воровать. Нельзя стремиться обманывать своих одноклассников. Нельзя стремиться обманывать своих горожан. Нельзя стремиться обманывать своих россиян. Нельзя этого делать, вы не понимаете. Ну да, будет суд. И вы знаете, веря в Бога нашего, я прекрасно понимаю, что рано или поздно будет немножко другая смысл бытия, понимаете. Я верю в рай, это будет. Я верю в битву, и в этой битве я буду. Рядышко с Господом Богом, потому что я верю в Него, я верю в Него безумно. И когда мне говорят, не верьте мне, еще раз возвращаемся к тем вещам, которые я вам показываю. А эти вещи я видел Господа Бога нашего, я знаю, что Он есть. Я вам реально объясняю, что невзирая на наше вероисповедание, иудаизм, мы, как православные, хотя нас-то не сильно-то и много, католики, протестанты, мусульмане, есть те, кто верят в других, Бог один, Бог один, пути только разные. Не надо этим делом заниматься. Я понимаю, что существуют войны. Войны – это достаточно очень сложная ситуация, да. И вы знаете, даже невзирая, не дай Бог что-то случится с моим сыном, пока ему нет 18, если это дело случится, я очень, я не говорю, что это случится, это случится железобетонно. В 18 лет он уже сам, а до 18, извините, вы будете иметь дело со мной. И вот за сына-то я там общую. И мне будет абсолютно фиолетовый, кто вы там, какой вы навороченный, естественно. Не надо меня уничтожать и обижать. Я не понимаю этих вещей. Я их просто не понимаю. Я это сделаю. Но лучше этим не заниматься. Так вот, я вот немножко отошел до круги своей. Хотя на этом и деле мне бы хотелось завершить эту передачу. Работать надо качественно, красиво, умно и надолго. Работать не покладая рук. Делать материалы, делать любую работу от и до настолько качественной, настолько умной, что человек, поняв, что вы не лох с пейджером, будет с вами работать. Он будет работать с вами всегда. А все ли такие? А не все. Потому что я пытаюсь найти работу, мне не говорят. Но когда я искал работу, когда мне нужен был качественный оператор, я брал кого? Я брал тех, кто уже давным-давно на пенсии. Потому что, короче, у Валерия Юрьевича Гемереверта не было никого. После этого, после того, как он ушел, я брал Юрия Пириалина. Это был еще один очень крутой, реально крутой специалист. Мы также с ним работали. Я брал тех, кто точно знал, как работают видеокамеры. Для которых видео, кино и все остальное был смыслом жизни. И мы даже сейчас не будем говорить, но для тех дебилов, которые меня сейчас смотрят. А вы посмотрите, кто реально снимает и какие сюжеты. И вообще. И, к слову, вот почему я видеокамеры вот эти все взял. Потому что сейчас народ стал снимать всяким говном. Ну, реально говном. Эти видеокамеры, о, они серьезные, качественные, ребята. Это еще то. То есть, человек вот на икигаме упал. Также видоискатель целиком обломил. Я восстановил. Я это научился сделать. Я это дело знаю, как это делается. А если на вашу видеокамеру, которая стоит 0,3, ну, каких-то космических денег, стоимостью там в пределах 200 рублей. И она такая маленькая, и только собралась, и все. И вот он навернулся, и что теперь? Вы потом пойдете покупать? Нафига. Вот, взял видеокамеры, они красивые, ровно. Да, они тяжелые. Да. При мне были такие специалисты, которые попытались мою правую руку сломать. Они, наверное, крутые были специалисты, но у меня рука не вращается никуда, потому что это работа с камерой. Камера, которая у меня на руке каждый божий день, она весит хорошо и красивая, ровно. Не получается. Но даже снимая каждый свой сюжет, я не возвращаюсь. И не думаю о том, хотя все сюжеты у меня есть в архиве, естественно. Нет, этого не будет. Каждый мой сюжет будет уникальным и красивым, и сделанным для вас. Если вы не понимаете, что лучший вариант этого, брать себе крутого специалиста, ну, я не думаю, что вы вообще, как специалист, являетесь уникумом. Нет. Вы обыкновенно чмо. А этот материал не для чмо, а для тех, кто понимает, что чем человек активнее и мудрее, и благосклоннее к зрителям, вот таких людей надо брать, но таких уже мало. Я последний. Ну, и стоит примерно опера, что осталось здесь.